С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 6 апреля. Международный день волейбола. Проведение праздника было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира, который проходит 6 апреля. Об этом подробнее мы поговорим в финале программы. Также сегодня день работников следственных органов МВД России. В этот день появились на свет Александр Иванович Герцен рождается в 1812 году. Русский писатель, публицист, общественный деятель, философ, революционер. Оказал значительное влияние на развитие революционного движения в России. В 1847 году покидает страну. Автор биографического сочинения «Былое и думы» – одного из шедевров русской мемуарной литературы. Ну и как тут не вспомнить знаменитая ленинская декабристы, разбудили Герцена. 1836 год. Рождается Николай Склифосовский, российский хирург. А в 1841 году Иван Суриков, русский поэт. Назовут только первую строчку. Вот моя деревня. 1904 год. Василий Меркурьев, замечательный актер, приходит в этот мир. А в 1933 году еще один популярный актер Станислав «Любшин», «Щит и меч», «Не стреляйте в белых лебедей» и другие картины. 1944 год. День рождения Роджера Уотерса, легендарного композитора и рок-исполнителя, одного из основателей группы «Пинг Флойд». История этого дня. 1814 год. После вступления войск союзников России, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж, французский император Наполеон I отрекается от престола. Союзники сохраняют за ним титул императора, отдают ему во владение остров Эльба в Средиземном море, гарантируют ежегодное обеспечение в 2 миллиона франков и охрану 400 добровольцев. Французский секретариат объявляет королем Людовика XVIII, брата последнего монарха. 20 апреля Наполеон устроит смотр гвардии, которая осталась верной ему, простится с ней и через 8 дней будет находиться на Эльбе. 1909 год. Американский исследователь Роберт Перри первым достигает Северного полюса. В пути командора сопровождает его слуга, темнокожий Мэттью Хэнсон. Из-за цвета кожи и социального происхождения роль Хэнсона в покорении Северного полюса будет признана только в 1945, когда правительство США наградит его медалью за выдающиеся заслуги в области науки. 1930 год. Учреждены Орден Ленина и Орден Красной Звезды. Был объявлен конкурс эскизов и из множества представленных на нем работ выбирают проект старшего художника госзнака Ивана Дубасова, который уже не в первый раз выполнял ответственные задания руководства СССР. Например, ему принадлежала идея разместить на гербе СССР надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь» на лентах, обивающих колосси, чтобы число надписей можно было умножать по мере необходимости. 1978 год. Заместитель генсека ООН и чрезвычайный полномочный посол СССР в ООН Аркадий Шевченко просит политического убежища в США. Леонид Брежнев забрасывает президента Картера письмами с требованием выдать гражданина СССР. И вот почему. Впервые в послевоенной истории Советского Союза стан врага переходит дипломат столь высокого ранга. Шевченко не выдали. В Советском Союзе его заочно приговорили к высшей мере наказания за измену Родине. Собственно, к Родине у дипломата вряд ли могли быть какие-либо претензии. Если Шевченко и был недоволен советским режимом, то тщательно это скрывал. А вот то, что не был гоним, так это наверняка. 1999 год. Похищены две картины Валентина Перова, гитарист и эскиз знаменитой тройки из Русского музея в Санкт-Петербурге. Похитители открыли перестрелку с охранником музея и скрылись. Некто Руковицын и его напарник проникли в зал музея и срезали две картины. Обе работы найдут в январе 2000-го в камере хранения на Варшавском вокзале в Петербурге. 2003 год. Ученые из Чикагского университета в этот день сообщают о новом способе борьбы с лишним весом. Теперь желающим похудеть дамам совсем не обязательно сидеть на диете или изнурять себя физическими упражнениями. Достаточно сбрызнуться парфюмом с цветочно-пряным ароматом, и в глазах мужчин они станут в стране на тройку-другую килограммов. Оказывается, цветочно-пряные духи и туалетные воды обладают волшебным свойством. Они способны убедить представителей сильной половины человечества, что пахнущаями женщина стройнее, чем она есть на самом деле. Ну и последнее, как и обещал, 6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития мира. В 1896 году, в этот день в Афинах, открылись первые современные Олимпийские игры, в которых принимало участие 311 спортсменов из 13 стран. Соревновались тогда по 43 видам спорта, только мужчины. Из-за недостатка средств из России никто не приехал. Наибольшее количество призовых мест взяли правильно греки. Первым олимпийским чемпионом стал американский прыгун. Идея возрождения античных состязаний появилась во Франции, Германии в связи с раскопками древнегреческой Олимпии. Инициатор игр барон Пьер де Кубертен в 1894 созывает в Париже конгресс, который принимает решение о создании Международного Олимпийского комитета, МОК, и проведении Олимпийских игр раз в 4 года. Впрочем, в последние десятилетия игры стали скорее успешными бизнес-проектами. Эксперты называют Советскую Олимпиаду в Москве последней романтической. Может быть поэтому понятие большой спорт все чаще соседствует со словами боль, допинг, карьера. А ведь раньше как говорили, о спорт, ты мир. С вами был Николай Певненко в проекте Дата.